Здравствуйте, меня зовут Анна Асеева. Я продолжаю тему идентификации фотографических процессов, и сегодня я хочу вам рассказать про кейсовые фотографии. Что же такое кейсовые фотографии? Это такой вид фотодокументов, которые в связи с хрупкостью их основы и уязвимостью изображения с целью защиты от различного вида повреждений были помещены в специального типа кейса или рамы. Если рассматривать классификационную схему, то кейсовая фотография стоит немного обособленная от фотографий других типов. Это в первую очередь связано с их оформлением и материалом-основой. Отсюда они и получили свое название. Кейсы были широко доступны уже с 1840-х годов после изобретения догеротипа. Сам догер, будучи знаком с физическими особенностями своего изобретения, в заметках писала о необходимости такого рода упаковки. Впоследствии таким образом стали оформлять и другие виды фотографий на нестандартных основах, такие как амбротипы и ферротипы, в том числе для имитации более раннего и дорогого фотографического процесса. Кейсовым фотографиям относятся фотографии трех видов – это догеротипы, амбротипы и ферротипы. На первый взгляд данные три вида фотографии ничем друг от друга не отличаются, но есть определенные особенности, которые помогают увидеть разницу и помочь с идентификацией. В случае с догеротипами основой служат медная посеребренная либо серебряная пластины. В случае с амбротипами основой является стекло, и в случае с ферротипами подложкой является железная или оловянная пластина. У догеротипов изображение формируется в серебряно-ртутной амальгаме. В случае с эмбротипами и ферротипами изображение формируется в кладионовой эмульсии. Кейсы и рамы были в широком коммерческом доступе в различных исполнениях и материалах с некоторыми стилистическими различиями, присущими Америке, Англии и континентальной Европе. Американский и английский тип оформления представлял собой футляры или кейсы с откидными крышками. В Европе и в России объекты в основном оформлялись в рамы с паспарту для подвешивания на стены, для украшения интерьеров. На данном слайде представлено многообразие оформления кейсовых фотографий. Так как с первых дней изобретения фотография явилась основным конкурентом и последователем живописи, оформление ранних объектов стремилась прямой имитации оформления миниатюр. При оформлении кейсов использовалось многообразие материалов, таких как дерево, кожа, бархат, шелк, латунь, бумага. С 1856 года в моду входят кейсы из термопластика. Из-за своего комбинированного состава они носили название Union Cases. Что же представлял из себя кейс в разобранном виде? Сами кейсы, как правило, были исполнены из дерева, папье-маше, либо из термопластика. Снаружи створки были обтянуты кожей, кожезаменителем или другими материалами. С тиснением, либо без, в зависимости от периода исполнения. Внутри кейсы были оформлены бархатом, либо шелком. Далее шел сам объект. В зависимости от типа фотографии это была медная, стеклянная, либо железная пластина. Декоративная рамка, выполненная из латуни, закрывала неровные края, создавала барьер между объектом и стеклом. Далее помещалось стекло, которое защищало предмет от механических повреждений, отпечатков пальцев и окисления. После этого сам объект, декоративная рамка и стекло окантовывалось специальной латунной рамкой. Такая рамка носит название рамка-презервер. Ее стали применять для оформления в 1847 году. В связи с тем, что практически сразу установились стандартные размеры пластин, фотограф мог заказать кейс в специальной мастерской по собственному образцу, либо по образцам производителей, которых в тот момент появилось огромное количество из-за быстрого распространения до геротипических ателье и довольно большого спроса. Фотограф мог приобрести целую пластину и уже нарезать ее в мастерской под определенные нужды. В случае оформления в кейс размер пластины соответствовал размеру кейса. В случае европейского оформления в раму размер пластины было определить проблематично. Без дополнительного вмешательства в структуру это сделать было практически невозможно. Сейчас мы приступим к более детальному обзору каждого из трех видов кейсовых фотографий и начнем с дагеротипии. Время распространения данной фотографической техники приходилось на 39-60 годы XIX века. Дагеротип явился первым коммерчески успешным видом фотографии. В 1839 году он был представлен на заседании Академии наук в Париже Луи Франсуа Арага. Так что же такое дагеротип? Дагеротип – это прямой позитивный процесс получения изображения, который выполнен на серебряной либо медной посеребренной пластине посредством камеры-обскура. Изображение обладает высоким качеством проработки деталей. Этот процесс был назван в честь его создателя Дагера – художника театрального декоратора, специализировавшегося на оптических трюках, владельца диорамы. Но над изобретением процесса дагер работал не один, а в непосредственном сотрудничестве с еще одним пионером в области изобретения фотографий Несепфором Ньепсом. По слухам, они познакомились в 1827 году через продавца оптики, где покупали линзы для своих экспериментов и заключили соглашение о совместных исследованиях. До встречи оба исследователя добились определенных успехов, но, объединив свои усилия, им удалось достигнуть еще больших результатов. В 1833 году после смерти Несепфора Ньепса Дагер продолжил свою работу в одиночку. К 1839 году Дагеру удалось достичь блестящих результатов, о чем и было сообщено на заседании Академии наук в Париже в январе 1839 года. Дагеротипические ателье стали появляться по всему континенту, но число фотографических студий, открывшихся в США, превзошло общее количество европейских ателье, и к 1853 году уже доходило до 100 только в Нью-Йорке, а продажа дагеротипических пластин была в разы больше продаж фотоотпечатков, полученных на бумажной основе. Правительство Франции выкупило патентное изобретение, назначив Дагеру и родственникам Непса пожизненную пенсию, и таким образом процесс очень быстро стал распространяться по всему миру. Дагеротипические ателье стали появляться по всему континенту, но число фотографических студий, открывшихся в США, превзошло общее количество европейских ателье, и к 1853 году уже доходило до 100 только в Нью-Йорке, а продажа дагеротипических пластин была в разы больше продаж фотоотпечатков, полученных на бумажной основе. Европа тоже не отставала, и многие, представившись учениками Дагера, стали открывать свои мастерские за пределами Франции. В Англии процесс дагеротипии был защищен патентом, и поэтому она очень отставала по количеству ателье. Что касается Российской империи, то Академия наук постоянно следила за развитием науки и техники в европейских странах. В числе ее членов было даже доверенное лицо Гаммель, обязанностью которого было регулярные поездки за границу с целью получения новых сведений о научных открытиях. О способе дагера Гаммель сообщил из Парижа в августе 1839 года, приложив подробное описание процесса. Первыми дагеротипистами, обосновавшимися в первую очередь в обеих столицах и открывших свои ателье, были все-таки иностранцы. Все техническое оснащение и химикаты на первых этапах развития также поступали с Запада. Вскоре все-таки появились и отечественные любители. Известно о создании первого дагеротипа с видом Исаакиевского собора полковником Тереминым уже в октябре 1939 года. Но так как этот дагеротип никто не видел, это остается мифом. Также в 1839 году стали выходить и первые брошюры по дагеротипе. Что касается оборудования самих мастерских, то из-за огромной конкуренции фотографы старались максимально привлечь клиентов благодаря внутреннему оформлению интерьеров. Использовались различные задники с разнообразными видами. Мастерские украшались восточными коврами, дорогой мебелью, различными стилизованными аксессуарами. Элитные дагеротипические студии были оснащены бархатными гобеленами, фресковыми потолками, канзелябрами, а также портретами королей, королев и видных политических деятелей, и даже индейских вождей для привлечения внимания публики. Так как получение изображения напрямую зависело от силы и количества света, мастерские располагались на крышах, в мансардных помещениях, нередко создавались стеклянные надстройки на последних этажах зданий. Несмотря на внешний антураж, огромную роль играло и удобство при съемке. Изначально более-менее усовершенствованный процесс создания скрытого изображения на посеребренной пластинке в камере Obscura достигал 30-40 минут. В связи с этим фотографам приходилось прибегать к неким хитростям при съемке. Каждая студия была оснащена специальными креслами с удобными ручками, появились специальные подставки для поддержания головы и осанки во время съемки, которые в процессе создания изображения драпировались определенным образом. Очень часто для удержания позы использовались консольные столики, на которые можно было опереться в процессе создания фотопортретов. Также их использовали и как элемент снимка. Лица людей часто посыпали мукой для большей отражающей способности света. Помимо студийных стали появляться и странствующие фотографы, которые открывали студии прямо в арендованных ими помещениях и работали в маленьких городах, пока были клиенты. Некоторые фотографы открывали студии прямо в передвижных фургонах, в которых, собственно, и жили сами во время поездок по городам. Перейдем к описанию процесса создания дагерротипа. На медную пластину наносился тонкий слой серебра. Далее медная посеребренная пластина полировалась до зеркального блеска. Отполированная пластина обрабатывалась парами йода в темноте для получения светочувствительности. Светочувствительная пластина экспонировалась в камере до получения скрытого изображения. Проэкспонированная пластинка проявлялась парами ртути до появления видимого изображения. Далее пластина помещалась в холодную воду и в раствор поваренной соли для фиксации изображения. Позже для фиксации изображения стали применять гипосульфит. Отфиксированная пластина тщательно промывалась в проточной воде и далее верировалась солями золота. Вираж придавал ей более теплый тон, больший контраст и стабильность изображения. Существовало два способа накатывания серебра. Первый более ранний механический и второй более поздний гальванический способ. Первой отличительной особенностью дагерротипов является их материал-основа. Это медная посеребренная либо серебряная пластина. Также дагерротипы обладают зеркальной поверхностью, тщательной проработкой деталей. В зависимости от угла падающего света и угла зрения мы можем видеть как позитивное, так и негативное изображение. Как правило, дагерротипы обладают холодной тональностью. Встречаются также раскрашенные дагерротипы. Дагерротипы – это самые уязвимые из всех видов фотографических техник. Изображение дагерротипа крайне чувствительно к воздействиям окружающей среды и внешним воздействиям любого характера. Даже малейший физический контакт с поверхностью может привести к механическим повреждениям различного характера или полной утрате изображения. Разгерметизация конструкции ведет к попаданию пыли, влаги микроорганизмов и вызывает окисление пластины и появление пятен разного цвета и интенсивности. В связи с этим существуют очень строгие правила обращения с дагерротипом. Во-первых, запрещено разбирать кейс или раму без консультации реставратора. Также запрещено прикасаться к поверхности дагерротипа даже шелковой кисточкой. При первых признаках исчезновения изображения нужно принять меры по приостановлению процесса. И нужно помнить, что любое повреждение поверхности дагерротипа не подлежит реставрации. Перейдем к сюжетам. В основном дагерротипы были представлены портретами. Создание такого изображения из-за его дороговизны могли позволить себе только высшие слои населения. Нужно обратить внимание на строгость лиц и ограниченность поз. Это было обусловлено длинной выдержкой при создании портрета и являлось одной из отличительных черт дагерротипи. Также первые фотографы, которые в большинстве своем и являлись художниками, заимствовали композицию из живописных произведений. Время расцвета техники дагерротипа совпало со временем большой детской смертности. Появилась мода на создание пост-мортем портретов, которыми провожали в последний путь умерших. В большинстве случаев на фотографиях запечатлены уже усопшие люди, но из-за открытых глаз и довольно реалистичных пост создается впечатление и изображение живого человека. Также такие портреты создавались и с пожилыми людьми. В небольшом количестве существует галерея натюрмортов и пейзажей. В связи с большой выдержкой при съемке такие сюжеты поддавались фотографам лучше. Но так как портреты получили больше коммерческий успех, большинство фотографов специализировались именно на них. В период расцвета альбуминовой фотографии появилась мода на создание стереопар. Фотографы-дагерротиписты, чтобы оставаться на плаву, стали создавать дагерротипы, выполненные в таком же стиле. Данную фотографическую технику стали применять и в области научных исследований. Чтобы получить макроизображение, стали использовать солнечные микроскопы. Несмотря на безусловные преимущества, дагерротипы также имели ряд недостатков. Изображение было уникальное и могло тиражироваться только в редких случаях. Поверхность была крайне чувствительна к истиранию. Полученное изображение было зеркально перевернуто к объекту. Химикаты, используемые при изготовлении, были крайне токсичны и вредны для фотографов. И плюс ко всему, это был очень дорогостоящий процесс. После появления дагерротипов и отпечатков на соленой бумаге постоянно продолжались поиски усовершенствования процессов съемки и печати фотографий. Основной задачей было удешевить, ускорить процесс и сделать его менее вредным для фотографов. Амбротипы пришли на смену дагерротипам именно как дешевая альтернатива. Иногда амбротипы даже называли дагерротипами на стекле. У амбротипов был ряд преимуществ перед предыдущими процессами. Во-первых, изображение было незеркальным, как у дагерротипов, тем самым оно лучше считывалось. Также для получения его нужно было наименьшее время экспозиции. Амбротипия, в отличие от дагерротипии, была не столь популярна и просуществовала достаточно недолго, с 1854 года по 1865. Разберемся в том, что же такое амбротип. Амбротип – это прямой фотографический процесс получения изображения в камере-обскуры, но в отличие от дагерротипов, изображение формируется уже на стеклянной пластине, покрытой коллодионовой эмульсией. По сути, это недоэкспонированный мокроколодионовый стеклянный негатив, покрытый с оборотной стороны слоем черного лака, краски или помещенный на черную подложку для трансформации негативного изображения в позитивное. История данного процесса началась с того, что изобретатель способа альбуминовой печати Луи Дозире Бланкар и Брар заметил, что поместив на черную подложку мокроколодионовый стеклянный негатив, изображение становится позитивным. В Англии данный процесс так и стали называть – мокроколодионовые позитивы. Впервые данный процесс был опубликован в 1851 году Фредериком Скоттом Марчером. Название «Амбротип» происходит от греческого слова «амброс» – «бессмертный». Такое имя он носил только в Америке. Название ему дал Джеймс Ансон Каттинг, который стал монтировать амбротипы специальным образом между двумя стеклами, фиксируя их между собой канадским бальзамом. Таким образом, само изображение находилось внутри этих двух стекол и, по его мнению, оставалось долговечным, то есть бессмертным. Основным структурным элементом амбротипов является черная подложка. Она могла быть выполнена как из бумаги, картона или ткани. Ранние стекла покрывались с оборотной стороны черным лаком или эмалью. Позже встречались рубиновые или темно-зеленые. Также в качестве подложки использовали черную железную пластину. Приступим к описанию процесса. Первым этапом была полировка стекла. Она осуществлялась в специальном зажиме при помощи мела, растворенного в смеси воды и спирта. После этого шел этап поливки коллодионом. Необходимо было вылить достаточное количество раствора и распределить его по поверхности, слив излишки с угла. Коллодионовый слой должен был немного схватиться, это занимало примерно 20 секунд. Далее шло очувствление пластины. Для создания светочувствительных галогенидов серебра в слое коллодиона пластина погружалась в раствор нитрата серебра, где выдерживалась в течение 4 секунд. По истечении отведенного времени во влажном состоянии эта пластина заряжалась в кассету. После этого шел этап экспонирования в камере обскура. Обычные выдержки для портретов при искусственном мощном свете занимали примерно от 3 до 6 секунд. После шла проявка. Проявление пластины велось при красном свете вручную. Последним этапом было фиксирование пластины гипосульфити. После этого амбротипы в некоторых случаях покрывались лаком для предотвращения и стирания чувствительного слоя. На данном слайде представлено многообразие способов оформления амбротипов. Что касается самого процесса создания, то он представлял определенные сложности для фотографов. Пластина была светочувствительной только непродолжительное время, пока она находилась во влажном состоянии. Соответственно, процесс полива эмульсии и очувствления должен был происходить непосредственно перед съемкой. Также пластина должна была проявляться незамедлительно после экспонирования. Это, безусловно, усложняло процесс во всех смыслах. Странствующие фотографы были вынуждены перемещаться с огромным количеством оборудований и с переносными студиями. В большинстве случаев фотографы пользовались услугами ассистентов. Зачастую все подготовительные работы производились именно ими. Передвижные студии, как правило, располагались в лошадиных повозках или вагончиках, в которых и находились все химикаты и стекла. Отличительные особенности амбротипов. В отличие от дагеротипов, где основой являлась медная пластина, в данном случае основой являлась стекло. Само изображение носило молочно-белый или светло-серый оттенок цвета коллодионовой эмульсии. В связи с определенными особенностями коллодионового слоя изображение было низкоконтрастным и имело ограниченный тональный диапазон. В отличие от дагеротипов, в связи с лучшим сцеплением красителей со стеклянной основой коллодионовой эмульсии, амбротипы часто встречаются раскрашенными, иногда пастозными. В большинстве случаев процесс раскрашивания выполнялся профессиональными художниками, но также встречались экземпляры, раскрашенные любителями, где конечный результат выглядел не особо деликатно. К сожалению, амбротипы не были столь популярны, так как период их распространения пришелся на период расцвета альбуминовой печати. Но, несмотря на это, до наших дней дошло достаточное количество образцов, указывающих на трепетное отношение фотографов к своему делу и высокохудожественность данного вида фотографий. В основном амбротипы, как и дагеротипы, представлены портретами. В связи с сокращением времени экспонирования портретируемые выглядели более расслаблены, на лицах стали появляться улыбки. Расширилась и сюжетная линия. Так как амбротипия явилась более дешевым способом получения изображения, она стала доступна и среднему классу. Время распространения амбротипов совпало со временем гражданской войны в Америке. Бойцы, уходя на фронт, оставляли для родных и близких свои портреты. В то время, когда во всем мире техника амбротипии пошла на спад, она стала популярна в Японии. Японские амбротипы отличаются сдержанными, и лаконичностью оформления, следуя своим традициям. В настоящее время процесс амбротипии стал очень популярен среди фотографов-экспериментаторов. Дагеротипы и амбротипы представляли собой очень уязвимые и хрупкие примеры фотографических процессов, в связи с чем они должны были быть помещены под стекло и ограничивались домашним хранением. Это были достаточно дорогостоящие процессы, и позволить их себе могли только высшие слои населения и средний класс. И именно ферротипия, чей расцвет пришелся на 1853-1930 годы, явилась тем процессом, который благодаря своей дешевизне и достаточно легкому способу получения изображения, сделал фотографию общедоступной и массовой. Ферротипия – это прямой позитивный процесс получения изображения посредством камеры-обскура на железной или оловянной пластине, покрытой черным лаком, краской или эмалью, с нанесенной поверх колодионовой эмульсии. Первый опыт из колодионовой эмульсии на новой основе проводил Адольф Александр Мартин в 1853 году. Для этого он использовал металлические пластины размера почтовых марок. Но запатентован процесс был Гамильтоном Смитом в 1856 году. Широкое распространение он получил в США и в Англии. Ферротипия в своем роде была продолжателем эмбротипии. В основе создания процесса также лежал тот факт, что помещенное на темную подложку негативное изображение становится позитивом. Только в данном случае негатив был произведен не на стекле, а на тонкой металлической либо оловянной пластине, покрытой непрозрачным, черным или шоколадно-коричневым лаком или эмалью. Пластина также могла быть оловянной. В данном случае процесс носил название Тинтайп. В определенный период стали появляться пластины коммерческого производства. Но покрывать светочувствительные эмульсии их приходилось все-таки непосредственно перед экспонированием. Позднее усовершенствование привели к изобретению сухих колодионовых пластин, что значительно упростило работу фотографов. Процесс создания ферротипов идентичен процессу создания амбротипов с одной разницей. Основой вместо стекла является железная или оловянная пластина. Металлическая пластина покрывалась черной краской, лаком или эмалью. Далее на пластину поливался раствор колодия. После того, как эмульсия превращалась в гель, в темноте пластина опускалась в раствор нитрата серебра для сенсибилизации. После этого пластина помещалась в камеру обскура и экспонировалась. Проэкспонированная пластина проявлялась в темной комнате и промывалась в проточной воде. После фиксировалась, промывалась и в некоторых случаях покрывалась защитным слоем лака. Отличительной особенностью является преимущественно небольшой формат. Так как данный процесс в основном использовали уличные фотографы на ярмарках и гуляниях, они готовили пластину непосредственно перед экспонированием. Соответственно, очень часто встречаются пластины с грубо обрезанными краями и неточностью размеров. Тональность варьируется от шоколадно-коричневой до тона сепи. Очень часто встречаются раскрашенные ферротипы. Вес пластины значительно меньше, чем у других кейсовых фотографий. Ферротипы отличают низкий контраст изображения и плохая проработка деталей. Большинство ферротипов имеют ограниченную тональную раскладку и выглядят плоскими и мягкими по сравнению с другими кейсовыми фотографиями. Несмотря на то, что ферротипы и тинтайпы являются все-таки кейсовыми фотографиями, в таком виде оформления они дошли до нас в незначительном количестве. Это связано с тем, что изготовление самого кейса было в разы дороже изготовления самой ферротипической пластины. Такое вид оформления в основном использовали в студийных заказных коммерческих портретах. Чаще всего ферротипы встречаются в формате карт-довизит. Такой формат был популярен среди на тот момент самой распространенной техники печати альбуминовых фотографий. Такие ферротипы могли оформляться как в бумажные паспарту, так и в альбомы, которые вошли в моду и создавались специально для хранения альбуминовых отпечатков карт-довизит формата. Для создания таких фотографий была изобретена специальная мультиобъективная камера, которая позволяла одним нажатием кнопки произвести сразу 24 и больше портрета. В связи с тем, что железо достаточно пластичный материал, его можно было нарезать под любые форматы. В моду входит способ оформления портрета в виде брошей и медалей. Для этого продавались специальные заготовки, приобретение которых мог себе позволить каждый. Благодаря своей дешевизне технику ферротипии мог себе позволить практически каждый. Появляется большое количество фотографов-любителей, а вместе с тем и различные шутейные и домашние сюжеты. Фотографии из студии переходят на улицу. Для имитации курортных фотографий используются рисованные задники. Часто сюжеты выглядят нелепо и смешно. С сокращением времени выдержки становится возможным съемка детей и даже домашних питомцев. В конце 19 века в моду входят пастозно раскрашенные ферротипы. Многие непрофессиональные художники выдают их за живописные портреты. Такие ферротипы оформлялись в рамы и во многих случаях их было очень сложно отличить от портретов, написанных краской. В 1890 году в Европе появляются первые фотобудки. В процессах действия практически ничем не отличался от современных фотобудок. Единственное, они были оснащены не фотобумагой, а ферротипами. В конце 19 века кейсовые фотографии были окончательно вытеснены более передовыми процессами получения изображения. То, что явилось недостатком для кейсовых фотографий в 19 веке, явилось безусловным достоинством для хранителей века 21. В связи с тем, что изображение не тиражировалось и было уникальным, оно стало особо ценным для любой коллекции. К большому сожалению, многие кейсовые фотографии не дошли до нас, а большой процент из дошедших имеет состояние неудовлетворительной сохранности. Данной мыслью я заканчиваю рассказ о кейсовых фотографиях. В следующих лекциях я познакомлю вас с фотографиями на бумажной основе.